Обсерватории Казанского Федерального Университета теперь в ЮНЕСКО. Стань успешным уже сегодня! А что с ипотекой? Ученые спасли нашу экосистему? Всем привет! В эфире Универт Ньюс, а в студии Анастасия Кузьмина. 28 сентября стартует второй Казанский международный юридический форум. Это мероприятие одно из ключевых юридических событий России. Центром которого станет столица Республики Татарстан – Казань. Обширная программа, состоящая из торжественного открытия пленарных заседаний, стратегических сессий и многого другого, пройдет на площадках Казанского Федерального Университета и IT-парка имени Башира Ромеева. В форуме примут участие более 500 юристов, государственных деятелей, предпринимателей, политиков, ученых из стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Каждая сессия, она как раз связана с такой проблемой, которая одинаково должна быть интересна и бизнес-сообществу, и правоохранительным органам, и органам государственной власти, в частности законодателям, которые там тоже будут присутствовать. Это не только Государственный совет Республики Татарстан, это депутаты Государственной Думы Российской Федерации, и поэтому мы надеемся, что в ходе этих дискуссий родятся конкретные предложения на уровне законотворческих инициатив. Историческое сокровище. Легендарную астрономическую обсерваторию имени Энгельгарта Казанского Федерального Университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об истории, названии и наследии мирового значения расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Вот это вот включение в ЮНЕСКО, я хочу отметить, это не для нас даже надо. Это нужно для нашей молодежи, и в первую очередь для тех, кто учится в Казанском Федеральном Университете на кафедре астрономии и космической геотезии. В 1810 году в Казанском Университете появилась первая в России кафедра астрономии. Ее основал австрийский астроном Йозеф Иоган Литтер. В 1837 году была построена обсерватория во дворе главного здания Казанского Университета. В конце 90-х годов из-за ухудшения состояния здоровья астроном отошел от практических наблюдений и передал все уникальное по тем временам астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене, обсерватории Казанского Университета. Именно ее ЮНЕСКО включило в список Всемирного Наследия. Такое решение было озвучено в сессии Комитета Всемирного Наследия в Эр-Риаде. Основателем нашей обсерватории является Василий Павлович Ингельгард со своим другом Дмитрием Ивановичем Дубяга. Василий Павлович Ингельгард в свое время подарил Казанскому Императорскому Университету самые наилучшие по тем временам астрономические телескопы. И наша обсерватория загородная, которая была создана, скажем так, опять-таки с его помощью и под руководством Дмитрия Ивановича, мгновенно заняла самые высокие рейтинги мировой астрономической науки. Татарстан работал над включением обсерватории Казанского Университета в список ЮНЕСКО с 2019 года, но рассмотрение заявки практически не анонсировали. Решение о включении обсерватории в список было принято в ходе 45-й сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Саудовской Аравии. Она должна была пройти в прошлом году в Казани, но ее перенесли. Теперь в России находится 31 объект Всемирного Культурного Наследия. Четыре из них расположены на территории Республики Татарстан. Помимо легендарной обсерватории, это Казанский Кремль, историко-археологический комплекс Болгар и монастырь в городе-острове Свияжске. Ряд стран, Эфиопия, Замбия, Италия, Эфиопия, инициировали решение о включении обсерватории Казанского университета в список именно в этом году, поскольку это значимое событие. 23 июня 2013 года состоялось торжественное открытие планетария Казанского федерального университета, построенного на базе Астрономической обсерватории имени Энгельгарда. Сейчас семь ее объектов включены в Государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры, главное и административное здание, павильон телескопа Гелиометр, Южная Мира, Усыпальница и другие. Разумеется, это большой стимул, во-первых, продолжать научные исследования, которые в Казанском университете проводятся, потому что в номинацию именно они были тоже включены. И историческое значение, начиная от образования обсерваторий астрономических и до сегодняшнего момента, это является очень важным фактором, что мы участвовали в международных проектах. Включение обсерваторий в список всемирного наследия позволит увеличить туристический поток. Здания астрономических обсерваторий Казанского университета сохранили свою целостность, аутентичность и первоначальное научное функционирование, и устойчивое развитие. Как городская, так и загородная обсерватория до настоящего времени выполняют первоначальную научно-образовательную функцию. Елизавета Газизянова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В современном мире людей, рассказывающих про успех, сложно найти основную информацию о том, как же все-таки начать свой бизнес-проект. Благодаря грантам поддержки от правительства Республики Татарстан это сделать проще. Подробнее смотрите в сюжете. В экстрим-парке Урам прошло торжественное открытие проекта «Инвестируй в себя, развивай республику», реализованное при поддержке молодежного правительства Республики Татарстан. Курирующим ведомством стало агентство инвестиционного развития республики. Автором проекта стал студент Казанского федерального университета и советник-председателя молодежного правительства Республики Татарстан по инвестиционному развитию. Еще два года назад Артур Масливец принял участие в конкурсе инвесторов, а сейчас представляет собственную образовательную программу. Проект направлен на создание новых управленческих кадров, новых лидеров в сфере привлечения инвестиций, создание базиса управленческих кадров для Республики Татарстан и Российской Федерации. И вместе работая с агентствами инвестор развития Республики Татарстан, мы как раз прорабатывали и создали этот проект, и выиграли в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Татнефть». Ключевая суть проекта – позволить молодым людям с необъятным количеством бизнес-идей в голове реализовать свои проекты благодаря поддержке правительства, а также провести комплекс мероприятий, способствующих формированию и повышению навыков системного мышления и институционального проектирования у целевой аудитории, потенциально способствующей вовлечению в деятельность агентства. Мероприятие началось с приветственной речи советника-председателя молодежного правительства Республики Татарстан Артура Масливца, после чего куратор проекта рассказала гостям о мерах поддержки молодым инвесторам и предпринимателям. То, что говорится, то, что делается молодежью, это и нас питает. То есть мы получаем какие-то новые идеи, новые знания в том числе. Понятно, что у нас такая сфера, при которой мы работаем в основном целевой аудиторией, являются люди, так скажем, уже зрелого возраста, состоявшиеся бизнесмены, которые реализуют инвестиционные проекты, а это сотни миллионов рублей, то есть это какое-то расширение бизнеса и так далее. Так здорово узнать новое о государственно-частном партнерстве, погрузиться вообще в сферу партнерства, инвестиций. Я еще со школы увлекаюсь экономикой, олимпиадами по экономике, и поэтому для меня это все дает возможность новое развитие, узнать новое. Проект «Инвестируй в себя, развивай республику» вошел в число победителей грантового конкурса социальных инициатив «Энергия добра» по ОТАТНЕ в 2023 году. В рамках проекта 50 представителей молодежи пройдут уникальный инвестиционный интенсив с участием представителей органов власти и сферы бизнеса, известных тренеров. Участники проекта в течение четырех дней познакомятся с инвестиционной деятельностью республики Татарстан. Прокачают навыки деловой коммуникации, решат кейсы по государственно-частному партнерству от экспертов из Агентства инвестиционного развития, а также познакомятся со сферой партнерского финансирования вместе со СБЕР. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. Члены Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству направили в Минстрой законопроект, согласно которому условия получения льготной ипотеки будут ужесточены. Получить ее станет возможным только в пределах своего региона, там, где заемщик зарегистрирован постоянно или временно. О том, как будет реализовываться данный проект, рассказала наш корреспондент Кристина Отекина. Ранее, чтобы получить ипотеку со сниженной процентной ставкой, все, что требовалось от заемщика, имеет статус молодой семьи. Однако, в связи с ухудшением экономической ситуации и нестабильностью на рынке недвижимости, правительство приняло решение ужесточить получение льготной ипотеки в целях обеспечения финансовой устойчивости банков и защиты прав заемщиков. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах ипотечные программы пользуются огромным спросом и приводят к росту цен на жилье. Авторы законопроекта подчеркивают, что это не инвестиционный инструмент обогащения, а механизм для улучшения финансовой устойчивости заемщиков. Соответственно, последние несколько месяцев предпринимаются на разных уровнях меры к тому, чтобы сократить возможности льготного ипотечного кредитования и тем самым сбить чрезмерный рост цен на жилье на первичном рынке. Ужесточение процедуры получения льготной ипотеки имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, это обеспечит финансовую устойчивость банков, снизит риски неплатежей и предотвратит падение рынка недвижимости. Изменения могут привести к более стабильной и эффективной ипотечной системе в России и защите интересов всех ее участников. Но при этом ограничения усложняют доступность жилья для многих россиян. Запрет на получение льготной ипотеки для тех, кто не соответствует строгим требованиям, может лишить молодые семьи возможности купить собственное жилье. И также повлияет на покупательскую активность на рынке недвижимости, что приведет к замедлению развития отрасли. Если данная мера будет принята, то действительно в наиболее крупных городах, включая и Москву, и Петербург, и Казань тоже, мы увидим некоторое снижение спроса на первичное жилье со стороны приезжих из других регионов. В целях дальнейшего развития ситуации с получением льготной ипотеки правительство может рассмотреть несколько возможных путей. Во-первых, это возможность введения более гибких требований, где будет учитываться не только возраст заемщика, но и его финансовая устойчивость. Во-вторых, важно проводить обучение и просветительскую работу среди молодежи и самих заемщиков, чтобы они ответственно подходили к процессу получения ипотеки и понимали свои финансовые возможности и обязательства. Чтобы достичь цели обеспечить устойчивое развитие рынка недвижимости, стоит задуматься и о доступности жилья, что также требует внимательного рассмотрения и поиска возможных компромиссных решений. Кристина Отёгина, Универньюз. Генетики из Университета штата Северная Каролина разработали бактерии для уничтожения мусора в соленой воде. Как заверяют ученые, это первый в мире микроорганизм, который способен расщеплять пластик в соленой воде. Они также заявляют, что их разработка поможет очистить водоемы и наладить экосистему морей и океанов. Подробнее далее в сюжете. Одной из главных проблем экологии является загрязнение водоемов. По статистике, ежегодно в Мировой океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов. На данный момент в Мировом океане плавают около 5 триллионов пластиковых частиц, а общая пластика в океанах достигает 270 тысяч тонн. Опасность пластмассовых изделий в том, что под воздействием солнечного света они разлагаются на мелкие микрогранулы диаметром около 5 миллиметров, которые накапливают стойки и токсичные вещества. Водные обитатели, а также птицы путают их с питательными микроорганизмами и проглатывают их. В результате случается массовая гибель животных или заражение токсичными веществами. В опасности также находится человек, ведь съев рыбу, наполненную токсинами, он может также заразиться и умереть. Совсем недавно ученые из Университета Северной Каролины разработали бактерии для уничтожения мусора в соленой воде. Это достаточно сложный для микроорганизмов полимер, но на самом деле в природе существуют микроорганизмы, которые его способны разлагать. Их постоянно обнаруживают в местах, где пластик производят или где пластик скапливается. Единственная проблема в том, что микроорганизмы, известные в сегодняшний день, делают это недостаточно быстро. Исследователи взяли участок ДНК бактерий Идеонелла Сайкенсис, у которой есть удивительное свойство – расщеплять PET-пластик. Проблема заключалась в том, что бактерия размножается довольно медленно, из-за чего она не способна быстро расщеплять пластмассовые изделия. Для того, чтобы ускорить процесс, исследователи увели часть ДНК с уникальной способностью в другой микроорганизм, под названием вибрионатригенс, который способен быстро размножаться. При помещении бактерий в соленую воду они сохраняли способность быстро размножаться и одновременно расщепляли PET-пластик на мелкие и безвредные частицы. Суть этого открытия состояла в том, что в морской микроорганизм перенесли генетический аппарат, часть которой кодирует ферментную систему, разлагающую пластик. Это не искусственно созданная система. Дело в том, что те бактерии, которые пластик разлагать умели, были найдены раньше и делали это в почве. А суть открытия состояла в том, что теперь этому научили и морских бактерий, принеся туда частицу генов из почвенных микроорганизмов. Исследователи из университета штата Северная Каролина утверждают, что это первый в мире известный микроорганизм, который способен уничтожать пластик в таком большом количестве. Но на этом ученые не останавливаются. В будущем они планируют повысить эффективность бактерий. Для доработки понадобится еще больше времени. Благодаря новому изобретению можно очистить весь мировой океан и спасти миллионы морских обитателей. Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!